Новый городок уже давно у всех на слуху. Неоднократно сюда приезжали губернатор и глава района. Поставлены масштабные задачи – восстановить объекты ЖКХ, инженерные сети, привести в нормальное состояние дворы, дороги и социальные объекты. Однако не все так просто и так быстро. Все упирается в финансы и бумажную волокиту. Сейчас администрации ведется работа в оформлении нежилых помещений, которые были переданы просто актом приема-передачи. Нам необходимо получить свидетельство на эти объекты и поставить их в казну, то есть на бухгалтерский учет. Обещанный детский сад и ФОК – это, конечно, хорошо. Но как быть с насущными проблемами, спрашивают жители. Чего стоят только дороги. О ямах нового городка даже снимают видеоролики. Эту главную улицу в итоге провели в порядок, но остальные дороги так и находятся в плачевном состоянии. Так же, как и дворы. Благоустроена только территория у 12-го дома. На очереди второй дом, потом уже все остальные. На следующий год мы планируем заложить где-то, наверное, около 25 миллионов рублей на обустройство придомовых территорий. Если получится, то и сделаем детскую площадку игровую. Жители жалуются и на то, что управляющая компания не убирается в подъездах. Весь гарнизон зарос травой. Сухие деревья не спиливаются, а за школой устроили помойку. Все это нужно решать. Власти согласны с жителями. То, что замечания ваши были, они действительно справедливые. Жить в грязи, жить кому не понравится. Поэтому будем принимать все меры, будем потихонечку перестраиваться. Бюджет есть бюджет. Скажем так, Константинович правильно сказал, что это вяло текущий процесс, когда начинается какое-то изменение в бюджете. И 3-4 месяца проходит. Но не только новый городок нуждается в переменах. Ждут их и в Кобяково. Проблемы схожие и все они требуют денежных вложений. Например, в населенном пункте элементарно нет воды. У нас второй этаж. А к нам даже желтый не поступает. Я открываю горячую, холодную. У меня никакой воды нет. Что это такое? На ремонт водозаборного узла уже выделили 1 миллион рублей. Составленная смета сейчас находится на экспертизе. Надо восстановить все, что есть. Отремонтировать здание. Реально как водозаборного узла нет. Есть что-то примитивное, которое работает. То есть это надо все скважину, подъем насосы, частотное регулирование, резервуар и нормальная трубопровода. Всю цепочку. И по возможности, судя по анализам, видно, стоит еще поставить станцию очистки без железа. В городке сделали дороги. Но теперь жители просят установить на них лежачих полицейских. Недавно на улице сбили ребенка. Дома по-прежнему остаются в плохом состоянии. Как и водопровод с теплотрассой. А вот уличное освещение в городке появилось. Когда в том году сюда приехал Пестов, председатель правительства Московской области, то он дал такое указание, что было внешнее освещение здесь восстановлено. И глава нашего поселения Мария Алексеевна Матылева тоже уже привлекла инвесторов. И за счет этих инвесторов было восстановлено внешнее освещение в военном городке. В Кобяково надо вкладывать деньги. И деньги немалые. А у поселения бюджет ограниченный. Нужна помощь извне.